Которые заявлены у нас в программе. Не вижу. Больше половины участников чтения. Может, деревья все знаете? Ну, взрослые люди, наверное, как-то сами придут. На тему мини я скажу про рекламу сразу. Значит, для каждого автора, для каждой авторки не более 2-3 минут. Это скорее такая символическая у нас история. Которые каждый год в рамках премии Аркадия Прагомощенко устраивают такие большие поэтические чтения памяти Аркадия, где каждый читает буквально по 1-2 текста. В общем, минута у нас есть. Есть. Хорошо. Я вот и Зина не вижу. Но, может быть, Зина нам тогда в приключении чтений скажет пару слов. А мы начнем с текстов. Я приглашаю тогда сюда Ростислава Амелина, поэта из Москвы, неоднократно манимированного на премии, участника конференции. Да, алло. Хотел начать с таллинг. Брюс и Винни. Первый секс, который я видел, был сексом нашей таксы с моим медведем. Мой синтетический Винни, покрытый коркой собачьей смазки, ножок и чудово, я обитал в моей комнате и всегда улыбался. Потом, когда я перерос время мягких игрушек, обез, очевидно, хотел повтору, судя по тому, как пытался делать это с моей ногой и подушками. Тогда я снимал желтого Винни, скрижем в полке, бросал его на пол, смотрел, как вез характерно чмокает, подходит к медведю сзади. Логично, медведь ведь голый, и в позе рака, но на шерсти уже отмечено, деликатно привык отдаваться несчастным, некастрированным собакам, живущим в городе. Но самое важное, что я видел. Ни с чем, ни с кем наш Брюс не был так счастлив и безобиден, как свиньи. Нигде он вообще не чмокал так, как в его виде. Он потом клянчу медведя довольно часто приходил и смотрел, только в глаза-то на шкаф, где валялась его любовь, у животных нет чувств, и шестинкты, говорили мне книжки с картинками про свободную дикую жизнь и домашнюю. И мне не было стыдно давать ебать своего медведя, потому что я видел, что он был счастлив, пока родители заняты чем-то, в далекой-далекой комнате, на другой планете. Я был спокоен, ведь 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 был сам так устроен, потому что его так хочется выебать раком домашней такси с наполеоновским колбасом. При этом Брюс был так вежлив и скровен в присутствии самок, был безумным агрессором в адрес самцов на улице, которого хозяева отпускали, смотря почти с вожделением, как я еле удерживаю этот гребаный поводок, на котором рвется к смешной криволоку, зверью, убираясь в цирк. Я выходил выкуливать Брюса один раз в день, ненавидя это, ведь я и сам был такой же некаспированной собакой своих родителей, которой надо было быть вежливым в высшем обществе, с экзотированными дамами, с танцами. Мы гордились на людях, я был предметом их роскоши. Что за красивый мальчик, такой талантливый гений, мне хотелось плевать и плевать на них, ведь я знал, что я тварь, как я делаю то, что вижу в своей башке под глазами яблоками. Там был зверь, которого пил пожарный оттен, обойт называл жестокий. Я портил вещи, косметику, мебель, рисовал в антиквардных книгах каких-то чертиков, получал по заслугам так, как принято в обществе, и теперь благодарен за то. Так удобнее жить, я стал личностью, хотя зверя остался. А однажды я хотел убить эту танцу. Просто так. Взял шнурок, обернул вокруг швейца, и стянул, как мог, равнодушно глядя, как сипит, закатывая глаза беззащитный зверь, который больше, чем я, любил моего медведя. И тогда мне вдруг стало жаль, я расслабил шнурок, и собака бросилась целовать меня нос и в шею. Это было в 19 лет. А на день рождения мои друзья просекли эту фишку, когда кидались грязным медведем, и дразнили им пса, и он плакал. Я слышал, что есть разница в этих собачьих слипах. А медведь, по-моему, лежит на таксу. Он подален был лет 20 назад, но лежал еще очень долго, и на разных полках никто его не украсывал, по-моему, не стирал. И не было полку ему эту желтую порную игрушку для собаки. Почему? Не знаю. А в книжке про дикую жизнь животных я люблю до сих пор, и мечтал бы сделать одну из них, ну, о нашей жизни, и назвать ее «Бысшая жизнь приматов». Прима, как-то так. Спасибо. Присутствует ли здесь Павел Арсений? Павел Арсений. Оксана Васягина. Вера Воинова. Да, Вера. Приглашаю тебя прочитать несколько текстов. Держи свои воспоминания Живых рангутангов на головой. И дальше, и дальше. Что лучше для них? Препарация или припарка. Или припарка. Угаляция или инфантилизм. Туман и печь. Печь. Ты до сих пор говоришь, будь откровенна с ними. Я посмотрю. Почему бы и нет? Думаешь, и твои стихи приглянулись? Рангутангов? Нет с чего бы это. Действительность не похожа на себя Богом. А ты это по-другому представишь? В детстве я переворачивал подушку во сне. Голова была слишком горячей. А я и сейчас переворачиваю. Проведи время сквозь глупое здание. Проведи, как в кино. И опять в коридоре в юр. Там ты вспомнишь, зачем. Уронил я однажды на доске письмо. И в легком крыльце подпольник. Аплодисменты. Благодарю. Текст состоит из нескольких частей, но я надеюсь уложиться на федеральную минуту. И это «Голубь мертвый, мертвый, один». Друг ингидуально деревья в городских парках расположены к общению в то время как лес подобен большому городу, у всех и так много собственных дел на фоне этого разговора во время проволоки вдоль карповки и богатых домов, построенных в ЖК-привилегии. Я понимаю дерево, и эти стреки как-то порывистые. И думаю, почему некоторые действия уже знали до кем-то, изотериками, что ли, и через их слоистые режимы не прорваться. Но тогда получилось. Два. Это хорошее место думать о тихом лесе, как о сложной сети. Но у мира есть и другие карманы. По изнамке торгового центра, как я тщу тележку, что-то такое слышно в лице эмигранта. Складские помещения, лишенные духа дизайна. Функциональные запустики капитала. Функциональные стены, какие-то ящики страшно. Какие-то желтые провода. Фуры с товаром, на душе и ночью, поневязчиво сделанной трассой. Облупившаяся краска на вагонах с углем. Портовые доки, сеть по которой транслируются функциональные грузы. Мало кто знает о ужасных водных, забытых в подсобке, о длинных коридорах муниципальной собственности. Пузырится зеленая краска, как будто концентрированная тоска. Так было в военкомате, я во время читал. Было и в той колонии, где пытали методичные жертвы тюрьмы человека. Люди в форме меня совершали механические движения. Вот и все, что понятно по видео. Регистраторы сильно молчат. Три. Об этом не получается говорить. От усталости мы заснули в парке чужой страны, на лужайке по деревам, как прижавшиеся щенки. Я проснулся и понял, меня ничего не держит. В мире, да и мира нет. Только какие-то швы, какие-то дыры, падающие за одно и другое, карабкающиеся по шву речи и больше ничего не придумать. Четыре. Я часто чувствую что-то такое, когда радостная собака лурчит, я подозреваю ее и ее биологическую прошивку. Скрытый паразитизм домашних животных. Мы друзья, но на очень короткое время. Возможно, условия изменятся, и на новом витке мы станем врагами. Инфузория проглатывает калавратку. Но пока ты запрограммирована на любовь, на привязанность к производству тепла, ты лежишь где-то рядом. Мы два робота, но весь ужас не в этом. Ужас в том, что мне не за что ухватиться. Я не знаю, как может быть сделано по-другому. Я не знаю, что значит нарушить программу, выйти в поле новых помех. Спиноза, конечно. Я часто писал об этом, но если честно, это вид религиозной надежды. Пять. Нам говорили, не пишите так. Уделяйте больше внимания вечным вопросам. Или наоборот, пишите только документальный сюжет. Как будто они не знают, как работает тактика совмещений. Как будто они не знают о политике мира, о хищных рыбках, о разглагах, плавающих туда-сюда, о казаках, проверяющих телефоны, о выкрученных пальцах, о страшных местах и об электрическом террике. Как будто это никак не связано с устройством мира, с его ландшафтом, как будто это все происходит само, автономные терки, идиотских людей, Достоевский или литература народовольцев. Но с недавнего времени мы отвечали, а они отводили глаза. Мы отвечали, они это и есть мы. Мы отвечали, мы ищем подкладку на теле гибрида. В ней зашифрованы способы связи, способы новой борьбы. Шесть. Возвращались в свою страну, свою, так сказать, комнату страха. Видели фуры милых цветов, аккуратные трассы, ужас этих людей, аккуратно закрыт на обочине мира. И так правда верче. Семь. Водитель со значком Навального 2018 на телефоне говорит о пытках в карельских тюрьмах, пока мы возвращаемся к границе России. Это была хорошая повестка, хотя мы понимали страх перед тем, как легко теперь происходит падение в вещество, голой жизни. Эти гибриды не единственное, что нас сближает. Восемь. Но есть и другие места. Дэвид Гребер описывает индейские племена, принимающие решения всем коллективам. У нас так и получается. Слишком разные люди, считаясь какой-нибудь мудак, не имеющий ни малейшего представления о горизонтальных средах. Это наивная вера Кропоткина в кооперацию на всех уровнях, на каждом срезе. Однако, разве что-то еще остается не человеческое сцепление коммунальных архивов. Антуан Владимир Бар, примыкающий к буддийскому храму, пьяный клоун пытается истерично достучаться до мертвого друга. Это вид религиозного чувства. Но в иные моменты нить, терзавшая горло, окончательно перестает что-либо значить. Остается только движение по комнате страха, потерявшей очертания комнаты рваный ветер, река, летняя ночь. Я бы хотела теперь пригласить сюда Зинаиву Драгомощенко, которая приехала сегодня на второй день конференции. Может быть, сказать нам пару приветственных слов. Я не привыкла пользоваться всякими этим словами. Я единственное, что прочту вам стихотворение, которое называется «Седьмое сентября». Приобщись. Это Аркадий Буршков на берегах исключенных руки. Не видно. Не видно. Не может сказать. День ветря извернист в извилистом стекле. Девиз «Разъятый севером и тенью» теряет осязаемость предела во множестве чрезмерном и простом, сливающем предчувствие со зрением. Здесь угол кухни, чтение вена, как пальцы утренних губами накромлив воздух бережно следает песчаными сухими голосами. Как будто дно устлало небеса стоит с этой известью нерцами. Возможно, птицы вероятно время и речь чуть сонная включится прикосновение рук и долгий миг дыхания где нет 25 и не но только 5 это дело. Спасибо. Спасибо. Удачи. Почти. Я понимаю, как вы поднимаете. У меня есть секретарина вообще. Что ж, я приглашаю сюда выступить Дон Треагертика. Ты говоришь, ты предлагаешь меня выбрать либо Дон Трестниковый обдуваем лунядерным ветром, либо стройного человека в поле. Это как язык в тесте, как есть умной на своем месте. Это как тебе страшно, а мне сонно. Это было важно, а стало больно, хотя мне не больно. С тобой было чего бояться. Или это как то, что тебе все равно. Белая НТС, Мегафон, либо Теле-2, либо Верес в небе, либо маки, гортензии внутри артерии, либо раковая опухоль в центре материка, либо астронавт, которому оторвало голову ковшом истории, остановившаяся лошадь не может вспомнить собственный генетический кот, или это разорванный рот, только пожалуйста, не надо мне ничего дарить или одалживать. Даже эти сто рублей можешь забрать себе. Это как забудившись в лесу, перепутать себя с лесом. Я елка, я елка, у меня есть иголки, ты ко мне не подходи, ты меня не буди, тебе будет колка, а мне жалко. Это как говорить, у меня весна, а ты со сна, когда сойдет лавина, ты поймешь, что я в тебе любила. Или когда корова летает в шторме, или когда муха на монохроме, или говно всплывает, и пиздец все сплетается, и пиздец, пиздец все улетает, или это рассвет, где тебя уже нет, или то время, когда мы собирали мед, ты говорила, это похоже на мой предпоследний приход, ты говорила, странно мы не собираем мед, вроде кровавый, вроде он даже не лжет, а все равно как-то смотрит наш мед двояко, человек ненавистничество смотрит контрреволюционно. Павел Арсений сегодня уже читал на тайн секции прочту что-то из другого духа. Стихи по истории русской литературы. Локрид истории короткого 20-го века. Время собирать слайки и время разбрасываться. 2-го «Я пишу станции об изгании, о приходящем характере вещей, но никому не позволено не знать, что я скрипает император». Маленького человека в русской литературе долго никуда не пускали. Потом начался некоторый дыр глушин. Потом был литературный быт советской эпохи. И большие данные в зарубежных архивах потом кажется всем стало помним. Нам не нужна виртуальная и дополненная реальность. Нам нужно улучшенное и дополненное издание. Чужой вылезает из груди, спрашивает, чей крыль? Где материалистические тенденции? Спрашивает в русской литературе. Какого ты роду племени? Какого полу легендера? Почему у тебя в руках эта красная книжечка пикапа? В ответ звучит по определению хрип и смех латинской женщины. Вольф Хубер душевных болезней не существует. Врач тот же больной. Лечить пациента не нужно. Сводить с ума общество, защищать общество. Общество не существует. Женщины не существует. Не нужно искать женщину, занимать любовь вместо войны. Войной как другой формы политики. Не нужно заниматься политической борьбой его или своей. Слушать его истории. Проснуться от страшного сна. Проснуться и обнаружить, что ничего собственного не произошло. И начать укладываться рано. спасибо. Алла Глазова. Румперштицкин это такой персонаж сказок братьев Гримм, который очень радовался тому, Румперштицхен. Такой персонаж сказок братьев Гримм, который очень радовался тому, что никто не знает его имени. Это ему придавало какую-то особенную метафизическую сущность. Мой текст из нескольких текстов состоящий называется Дневник Румперштицхена. Растворился в тебе сам друг. От себя не уйдешь. Ты ушедший в себя. Давай тебя выведу. Давай правую в левую ногу в руку. Сучок первобытного дерева Румперштицхель ищет куда бы вонзиться и каждый раз прорастает попался в дрожащие пальцы молчальника. Новое узелковое письмо. Кто кому протянул руку и она не повисла. Вплетает петлю в сеть как цепь совпадений исчезающих вероятностей поверхностей слов. Земля круглая пространство квадратное пойди обживи разницу во все стороны на перекрестке завяжи узелком на обратный путь пропущенный шаг когда каждый угол свой чей-то узел. Исчезновение времени пока ты о нем забываешь оно проходит а ты по нему идешь как по лесу время растет на себе же прошедшем. Что-то научилась делиться давай поделюсь и себе стала братом потерялась единство разделила потерю себя клетку открыла и всегда теперь тянет этим с кем-нибудь поделиться поток входит не двумя пальцами а оттолкнувшись зря не ходят по суху реки и в любое движение приходится не удержаться а впасть я хотела бы пригласить сюда Оксану Васякину здесь так Здравствуйте у меня сейчас загружится это небольшая поэма она освящена 2-3 минуты я почитаю чуть-чуть освящена воене гримбер калерам у матери айсу бабушке вали свете и всем другим мертвым и живым когда мы жили в Сибири денег ни у кого не было и мать ходила на завод просто так чтобы не потерять работу она поднималась в 6 утра на кухне выпивала кофе и выкуривала сигарету потом надевала дубленку и выходила на темную остановку дружба ждать заводского автобуса я не помню какое в Сибири лето но помню страшные ослепительные зимы и в моих воспоминаниях мать всегда в заинтересовавшем автобусе смотрит сквозь мутное стекло на дорогу у нее губы в жирной бортовой помаде и над губами светлые усики покрыты инеем она смотрит перед собой на дорогу наверное все было совсем по-другому и она в своем автобусе говорила с бригадиром и работницей столовой или вообще может быть она никогда не работала на заводе сейчас мне кажется что она никогда не работала на заводе и мы никогда не жили в Сибири никто никогда не жили в Сибири а Сибирь это такое место где никто никогда не бывали а только и знают что говорить когда мы жили в Сибири и строили ГЭС я люблю еще рассказывать как мы детьми ходили на плотину в минус 30 чтобы быть на льду на большой белой равнине но это все неправда потому что память намного сложнее и она сама в себя влагает разные вещи про мою мать про меня про моего отца который Сибирь ненавидел и я думаю что память это такое место где ненависть и злоба превращаются в сантименты и боль и память вмещает в себя все вещи которые никогда 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 не случались с нами отец Сибирь ненавидел он так говорил я 30 лет был в ссылке страшная страшная земля он говорил он говорил я приходил с работы ложился к стене лицом лишь бы ее не видеть Сибирь лишь бы на нее не смотреть Сибирь и думал о степи о белой спелой выгоревшей траве о мякоти алой растрескавшегося арбуза только бы не смотреть на тесноту Сибири мы жили в этом смертоносном темном краю мы жили и видели елки мы собирали подснежники на горе а когда спускали воду на кес мы смотрели на белую воду и на лицах она оставалась сложной влагой забытья и боли это была Сибирь и ее не назвать одним словом только словом Сибирь но по отдельности если мы называли ее вот Ангара вот Братское шоссе вот Трисестры вот Мцегара вот Устилимская гэс вот Устилим и Сибирь рассыпалась даже если мы говорили вот это наша тайга и тогда Сибирь рассыпалась когда мы жили в Сибири у нас не было любви было одно бесподобное длинное тело на всех оно тесное и многородное всегда было голодным и злым сейчас мы не живем в Сибири у нас совсем не стало любви потому что любовь это маленькая невидимая вещь почти как Сибирь или память или еще что-то такое сонящее непохожее на людей и людям не принадлежит когда мы были сытыми мы были счастливыми как так мы и говорили что если ты сыта значит в тебе живет радость и больше ничего не нужно мы выходили из дома и шли на остановку обелиск мы выходили из дома и шли через пустырь к магазину 30-го мы выходили из дома и шли на гору за подснежниками и смотреть на ГЭС когда мы говорили о еде как мать станет делать кабачковую икру как бабка купит мешок сахара и наварит самогон еще вот так берешь сухарики кириешки со вкусом бекона берешь картошку берешь майонез берешь огурцы если тебе нравятся фрукты в салате тогда берешь половинку зеленого яблока тогда кириешки сразу не высыпай когда поставишь на стол только тогда кириешки и бери обязательно из черного хлеба когда мы жили в Сибири бабка покупала на всю зиму коробку окорочков и хранила ее на балконе оберегала ее от голодных замерзших птиц она надевала фиолетовую кофту убрала топор и шла разделывать окорочка потом говорила приходите на окорочка берешь окорочка варенуешь с лимоном и майонезом потом натираешь перцем и в духовку суп сварила с ножками приезжайте на ромлетики из окорочков приезжайте на пирожки с окорочками потушила картошку с окорочками приезжайте есть когда мы жили в Сибири у нас не было времени вообще никакого времени все ориентировались по настелым часам по башеным часам на остановке Ярослава по наручным часам и все были вовремя вовремя приходили на работу никто никогда не опаздывали потому что в пустоте мы были быстрые и точные мы были пустые и быстрые мы были бессмысленные как шарики воздушные на сером ветру Дмитрий Голынко Кажется, ему Илья Данишевский Настя Денисова Наша программа стремительно сокращается Екатерина Захаркина Ближний борт солнца в марафоне полудня Мэр Пыли Товарищ В автобусе Мутном Разрываясь В лучах Над вращением Голограмм И плеском дверей The time is out of joint Ряд Кровеносных Прогулков Лишь Облачение Зноя Сдобившего Трещины Наратива Лишь Облачение Утробного Города Разнесенного Светом Рассказ Полицейского Пса Свернутый В тишь Перевода Печаль Уклонения Как население Дали Тонкая дробь Лобового Стекла Акт убийства Мы листаем Электростреду Запрягая глаза Прицепами силы Вагонами Слабости Накрываясь Им густотой Глотая Горячее Сжатие И смещение Кадра Звучать Начинает Отлетая Мягко За школу На разобщенной Пустырь В лайнере Культа Мы По зеркальным Квадратам Скользим Над свалками Индонезии Где лежат Раскуроченные Компьютеры Коммунизма А с ними Чистый Брест Океана Тихо Стреляющий Конфигурациями Глубины Спасибо Ярослава Захарова Хруст веток И листья Сухая земля Между пальцами И после дождя Поздья осень В мороз Открывают Все мастер Но так же Страдает И кожа Линии Морщины И трещинки Ваши перчатки Истеллись И порвались Изнутри Вы одели Слегком Для такой Почти зимней Погоды Пока мы спускались Ступени Скрипели Джизус Старость 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 Ладони Чувствуют Землю Двигайтесь Так Как будто Внутри Шуршат Вместе Ломаются Ветки Оттолк Веточек Точки Хруст Двигайтесь Так Как будто Тело Тоже Земля И по ней Водят Пальцы Дети Бегущие В длинных Белых рубашках Складки Ткани Холубина Осень Среди фотографий Старой Кожаной Папки Ты нашел Свой Автопортрет И еще Много В то лето Сколько-то лет Назад О путешествиях Черно-белые волны Черно-белое небо И человек Бежит По самому Краю воды Темные волосы Вокруг Такого Светлого лица Низкое небо Илья Кажется Это был В тот год Когда Туман И мы не видели Берега Мы плыли На луга Все это Домо Ворожнение Осторожно Здесь Скользко Прогнившее дерево Сухая земля Наш Старый дом Разделенный Надвое Мое воображение Он существует Только на фотографиях Зимой Черный лес Серое небо Одинокие путешествия Приезжать сюда Скользить по снегу Я помню Кажется Звуки костра Хруст веток Поздняя осень Влажный холод Мы оделись легко В воде Отражаются наши лица Спасибо Кузьма Кобол Я учусь во тьме И вижу мерный взгляд На перекрестке Высыпшего птичьего рынка Как Хантерс Перед крепкостью Неразлучниками Первая любовь Пошивает шрифт И вся еще сопротивление На его первой линии Словно на заднем сидении Начинает качать головой И ремен от лица На котором изображена Стоя на краю крыши острова То ли вишенка То ли пугающий мальчик Письмо Напиши мне, если увидишь меня Пожалуйста, напиши мне, если увидишь Я буду ждать Из писем Напиши мне, если увидишь меня Я буду ждать Сегодня я увидел тебя Напиши мне, если увидишь Когда захочешь Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Калийс Так кто-то в дверь стучится Смотрящий Здешний Комната с разбитым окном Все тот же дом Проросший внутрь Кипарис Рукой устремляется к сердцу Разрыв в действиях Дом ветшал Разговор не закончился Только огонь и время История будет работать Весной Кипарисовые ветви Схватят уже весь дом Вырвут его из земли Корневище Застывший всплеск Растающий в красную почву Врвущий в породу Покрытую опавшей хвоей Влекущий вслед Раскрытый запах сыроз В действии света Остывший Так и не ставший Горламина Законченный разговор И ветер АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья Вот На всякий случай Напоминаю тем Кто стоит в дверях Что У нас здесь Очень еще много мест Можно присесть Чтение Это долгий процесс Я думаю Что вы устанете стоять Елена Костырева Здесь Сейчас Попозже Будет Елена Костырева А сейчас Тогда Алексей Кручковский Этот прикресток Украден Шоссе Разделено Естественно Отражается В окнах Кустарник Наполняет Зеркало Разбивает Зверсти Сияние Волн Несчерпаем Связи Ни в чем Отсутствует Чувство Утраты Заполняет Пустота Сырых Соленых Карт Переход Наших Не больше Чем Шумы И холодный Ветер Акрали Тайные Символы Ущербники Ключевные Наблюдатели Произнесенные слова На теплых камнях Скопканные Шумом Транспорта Медная вода Проплывала Под мостом С высокими Каменными Башнями Опорами Гиганты Черепов День Начался Со смерти Железнодорожный Узел Осыпающийся Брандмай Высокое Солнце Зеркального Мира Беззаботность Туртузия Падающие Покинутые Здания Доспедная Цепь Пауза Карминовые Карманы Рюкзака Видение Это Яд Пальцами Перетирает Между Литвей Днем Движение Неба Перед глазами Мелькает Буква Просеивания Полы Степель Сухое утро Почти Лишно Слов Руки Копируют Рисунок Снов Кольцом ушедшие внутрь безмолвия. Они инструктивно тянутся к стекловидному морю спирали. Оранжевый закат гаснет, низкое солнце. Кристаллическая решетка движений, позиции. Подкожная пыль сна. Спасибо. Приглашаю сюда Дмитрия Кузьмина. С посвящением ЕС. Это Елена Самойленко. Киевская девушка, повторявшая мелодорку Агата Сенцова. Удобно ненавидеть Россию из Латвии. Удобно ненавидеть Россию из Америки. Более или менее удобно ненавидеть Россию из некоторых районов Украины. Но из Крыма и Донбасса не очень удобно. Стравнительно удобно ненавидеть Россию из Москвы. Гораздо неудобнее из Перми или Омска, где горожан развлекают моделью вислицы натуральную величину. Очень неудобно ненавидеть Россию из Латвии. Голова кружится, сильная слабость, покалывание в пальцах, а не менее рук. Сухость во рту постоянная. Не получается набиться водой. Второй текст. Эти стихи не прочтет Навальный. Может, конечно, прочесть, но не принят к среднему. Может, конечно, принять, но так для себя. А чтобы прочесть и внести поправки в программу, конечно же, нет. В принципе, отчего бы Навальному не внести поправки в программу? Как будто кого-то волнует его программа. Вот прочтет вот эти стихи и внесет поправки. Вот посмотрит окрест и внесет поправки. Вот посмотрит в небо и внесет поправки. И сразу эти стихи станут больше, чем просто стихи. И сразу это небо станет больше, чем просто небо. Ну и еще один текст. По итогам псковских событий двух лет недавности. Стреляй, мальчик! Там у тебя дохуя патронов, я видел. Нет, на всех не хватит, но крысы умные твари быстро сообразят, что уже надо съебывать в заблаговременно оборудованные моры в Лондоне и во Флориде. Стреляй, мальчик! Бесполезно выбрасывать им оружие. Убивать безоружных они любят гораздо больше. Вроде уже и не спорт, а искусство. Незаинтересованное удовольствие. Предвеление высшей касты. За себя, за нее, за своих одноклассников, которым слабо побдеть вместе с вами все пять часов трансляции. За мальчиков и девочек из Рязани и Красноярска. С дотой в сетке, сладкой левой и люменом в наушниках. Нет, за нас не надо. У нас тут своя война. Оргардный бой. Прикрываем экс-министра, подведенного подельниками под домашний арест в одном из трех личных особняков или на одном из семнадцати личных земельных участков. Ничего личного. Интеллигенция. Хоронит своих мертвецов. Составляет открытые письма. Готовится к выборам для 2024 года. Пиздец, какая все это шелуха. Но есть надежда. Пока мальчик стреляет. А то он живой и стреляет. Денис Лорионов. Что происходит с твоим телом сейчас? Спросила она, надавив на рукоятку, несущая тупое лезвие, гиприд профессионал лавин, купленное на распродаже во флагманском шопе, не задев залегающих тканых сосудов, там, где до этого уже был мертвец, затвердевший как несовершённая сетка событий, переразворачивающийся крыметражным днём. А сейчас оставили рельефный след, влекующий нас оставленным из непрочных отрезков, холодной колхидой, евроокне, но незамеченной во время плановой диспансеризации среди стёртых лодыжек, пятничных парковок, по которым безошибочно определялось желание. Ну, а сейчас, в раскалённом вчера, обракинувшем нас в нитяной, период развития общественных отношений, прошивающих предусмотренные в лицензионной версии нервных препинаний, избыточных движений, вал слов, другие изъяны, а также облако логарифмических грез, надвигающиеся с сырого фронта, плывущие с неожиданной стороны. По разбегающемуся полотну высады, сквозь тяжелеющие облака и светосниматели, вкопанные в городские вершины, было солнце полудня, покрывающее вяжущей плёнкой столики пафосных мест. На одном из них плавится грязный осколок ледника, несимметрично влажащийся на сырые экраны смартфона. Из какого павел полдня он тает навстречу по отробному выцветанию флага взаимности, из самого безусловного сна, в который склоняется пятничный вечер, устав от подробностей, резкого разговора, в том числе о стремительном взрыве вчера в метро. И последний текст. Пятница – это персонаж известного романа «Тониэль Дефо». То есть такой концептуальный персонаж, можно сказать. Помнишь, Пятница, курортный дом в хвойной выломке, смолистый минус между Октябрем и Автолокзалом, пыльные скачки навигации в тисках перспективы, мускульный строй, или пробои на снежном пламени, неостановимую слабину. Ганс Кастерп не успел досмотреть сводный чат из-за помех. А будущий мертвый в помедливом виду могу говорить-говорить, сжимая 1999 в подполивающей эвой ладонью. Спасибо. Виталий Левцвир Кабуно-озвучивание. Когда смертельный недуг поразил императора Хирохита, в прессе молчали. Это конец 80-х. Патерны японской культуры. Маскировка диагноза РА. Кабуно-озвучивание. Аналогично в Италии прибегали кевсинизмам, частичной правдой. Только потом разгорелась дискуссия судебные дела, делами сестры, отказавшейся от операции, но не знавшей истинную природу ее болезни. В США все иначе, начиная с 70-х, англо-американская оперирование в силе воли. Силье надежды, профессиональная идеология. Говорим правду, лучшая политика. Но когда вы одних называете победителями, то как вы назовете тех, кто сражался и не победил? А кто не стал бороться в безнадежных ситуациях? 37-летний афроамериканец спрашивает, означает ли это, что я умру? А сколько осталось? Темп раскрытия, разумные обязательства, клинические события, встречи, уровни надежды, рекомендации, так или иначе, медицинский выбор. Это похоже на подъем в гору. Она кажется такой огромной. Нас учат оформлять все стадиально. Мы все стали более искренними с пациентами, в той степени, в которой они могут это вынести. Проведенное интервью демонстрирует сложность надежды для онкологов. Этические мотивы, методологическая условность, функции богодельния не являются доминирующими. Пресловутая агрессивность. Я могу это сделать. Затерявшийся в тенетах модерна. Опыт сопровождения. Еще одно сихотворение. Полное грузное тело. Смотри, я расту обратно. Разве я умещалась когда-нибудь на этом диване? Это что, шутка? Отвечает участковый. Восемьдесят восемь. Пора уже. Столько не живут. Раздражается, когда уточняют. Слышит ли она дверной звонок издали, из комнат? В три пришла имна. Я не открыла. И плетется на кухню, за мазью, вздыхая, кряхтит тяжело. Курантил. Без очков я. А дышка. И себе уже надоело и детям. И зачем тратить деньги? Ой, сколько же стоит лекарство? Такой доктор. Такой внимательный. Татарин. Он лечил меня. Им все восхищались. Перехватывает инициативу. Интересуется сестрой участковой. Мужем сестры и ее племянником. Соглашается на уколы репоксина. Нет, я хочу знать. Игорь с женой раздется, провожает, шмыгает, как девочка, вздрагивает узор вращей. Поджимается губой. Рефрем. Сколько можно уже? И не надо так долго. Через мгновение она на капитанском мостике. Стоит посреди комнаты, опершись на стол. Деловито. Это врач, такая болтушка, поправляет бетеную салфетку. Возвращает ее на место. А он наркоман. Ни один институт не огончил. Кивает на заварочный чайник. Ты пьешь вчерашний чай, а мама, убей ее, не заставишь. Раскачивается на табуретке. Потирает круглое белое колено. У всякого свои туристы. Передал такое. Станислав Львовский. Станислав Львовский. Станислав Львовский. Был полдень горячий, белый, как молоко с медом, текли перед нами. Тихо переговариваясь, гуляли, текли, стекались на пустынную площадь. В эпицентр того, что в детстве то ли было ангиной, то ли так называлось. А теперь это смерть. Или просто так называлось. Жалось? Разжалось. Нет, показалось. Ждет на том берегу долины. Разглядывает облака, лежа в траве. Посреди прохладных удлиняющихся теней. В новой стране, поднявшись на костях великой равнины. Но был только полдень, и мы шли к реке, уменьшаясь. И река текла далеко, в самую темноту. Река шла впереди, что-то рассказывало смешное. Не оборачиваясь на нас, идущих за рекой, река говорила что-то. Размахивала руками, текла, шла. И все время, пока мы шли за рекой, по реке плыли тела. Девять или десять небесных, двое четверодневных, три твердых. Тонкие тела, абсолютно черные, неевклидовые, геометрические тела. Превращение менталевидное и рудное. Одинаковые, неразличимые тела королей. Расторгнутые из единого тела нации. Изувеченные тела дураков, отличников, задавак. И был полдень белый, и был золотой. И мы все стали золой. Кто золой? А кто не чистой водой? А кто чистой водой? Как в стакане пылающем и пустом, Как в огромном сухом стакане. Мы стоим посреди полудня, по-прежнему золотого. И что-то еще перед нами танцует само по себе, почти вплотную, На расстоянии вытянутой руки, но мы слишком заняты. Заняты помещением, собственные тела. И вот мы размахиваем руками, и что-то рассказываем, рассказываем, Переливая, а оно прямо перед нами превращается. То в ангелии, то в молоко, то в ангелии. Иногда в чистое молоко. Иногда в нечистое молоко. И был полдень белый, а потом был золотой. И другой был полдень. И он был как медленное, медленное молоко. Как чистое, медленное, медленное молоко. Как нечистое, медленное, медленное молоко. Как молоко чистой, медленной меди. Как молоко меди. То есть чистый, нечистый, но очищенный. Бедняком, сирняком. Еще. Кладко. Сжалось? Разжалось. Сжалось. Разжалось. Сжалось. Сжалось. Полдень был полдень. Звяк нашим медикам. Двухкопенчин, подрошел и цапки в новой стране пустой. В новой стране пустой. Все новое. Нет. Раньше не так называлось. Ну и еще. А где идти, чтобы уже окончательно... Да, может, кому-то все... Нет. Вот вернется красавица. Теплая, алая, нежная, гневная, гнойная роза. И усядется в синее жирное небо под оскол щербатый, под белое хлорное костное солнце, Прожигающая висцеральные покрова, Лепестки беспомощной лиды, Эпещущие пленки брюшения. Но ты, вырванный язык языка, Еле ковыляющий по земле, Отрубок немыслимого ущерба. И доберись, пожалуйста, Ткнись мокрым носом в то, Что было моей ладонью. И так я узнаю точно, Куда не смогу Нагнуться, Что не смогла внец. Укрой нас, невиданное, В громоздящихся домах И словесного, В теснящемся перерасыпица. И веди нас в эвакуированных, Растерянных, моргающих этажам. Спрячь нас, невидимое, Под кровом не узнаваемого, И не оборачивайся, Не возвращайся, Но скажи всем И передай всем остальным. Найдено, Найдено живым и неуязвленным Пололунное и нежеланное сердце В ассирующей земли. Спасибо. Я приглашаю сюда, наконец, Лену Костелю. Мне хочется еще отметить, Что залы, Которые как-то, типа, маленькие, Современные поэзии мало слушателей И все такое, Становится с каждым годом все больше. Заполнены они гораздо больше, чем раньше. Возьми. Инвертехс, Умага, У меня комплект. В начале стихотворения этой марки семинар от 2-го, но 7-го, 2018-го года. Семинар практически все. Каждое утро в детстве, как дать возлюбленного, привет, Калю, как сад. То же, что называла садом Нина Алексеева, жена Соснора, писавшая дневники. «Сели ты здесь?» – спрашивает ребенок с убийственной, неопосредованной, серьезностью, вытерянной в последствии и вследствие невозможности контакта. «Ты – казанный язык роботов, ты – язык презентации, ты – язык хамоватый помощника голосового языка. Дай мне свой зад, о наличное и действительное бытие, у которого нет зада». Гекель, феноменология, духа, страница, 203. «Дай мне свой сад, о возлюбленный, где каждое утро в детстве». «Привет, Галя, как твоя то, что ты называешь депрессией?» «Не смею спрашивать больше ни о чем. Спрошу у помощника голосового, будет ли война еще одна». «Привет, Юра, как там в Лондоне? Забылись ли в юге Преображенской? Рынок с рыбой, цветами и базиликами, бедными тряпками, засыпанными пеполиной пылью, дворами, бордюрами, мазанными звездкой, качельами и половиной неба в покое. «Забылись ли тревоги в иллюзии контроля? Достаточно ли мы практикуем обнаженность, беззащитность? Либо всевластие поглотило нас и недалек в личный покой Альцгейера?» «Юра, достаточно ли тревоги? Достаточно ли мы голые или еще? Из посланных стихов, из посланных тебе стихов, можно составить книгу. Написано для тебя все еще несколько, почти несколько, но каждое утро девственное, в конце концов. Семинар от 9.07.2018. «Каждое утро для от возлюбленного» – это пророчистая стиховария, так вышла. «То утром, когда дымка еще окупивала сад, как роскошь фантазии сменилась буквально, неотменима невроза. Это не поэтическая лексика, это психоаналитический волопытку, всем объясняющим. Изуди, ты казенный язык роботов, ты язык презентаций, ты язык хамоватый помощника голосового. Изуди, дай мне свой зад. Дай мне свой сад, о возлюбленном, где каждое утро девственное. Языком новым вывяжу зад возлюбленного, где снова существует. Разрежу лезвием новым, действительное наличное бытие. Куклу достану из его чрева, буду любить, как свою. Куклу Лолу детского одиночества цифрового. Вдохнув мне жизнь, которая никогда не была в ней. Дуну, плюну, сведеню, Мерцающую в днепущем, Нынешне в грядущем, Выпу в чистое поле, Где девственное каждое утро. Презумпция девственности каждого Будет моей правовой основой. Новая конституция начнется со слов И каждое утро Станет девственным и полноправным. Опять манифест. Значит, я все еще больна, Все еще пытаюсь кому-то что-то доказать. Все в этом мире должно быть ровно, Наоборот, распустить армию, Откроется тюрьму. Спасибо. Мы продолжаем. И дальше я приглашаю сюда Марию Малиновскую. Когда мальчик видел над собой ментерик, И стрелял в него из отцовского лужья, Из водок высаживались, И шли вверх по направлению ветра. Меня открывало сегодня с полудня, И это впервые было Полное расхождение в пространстве. Крики того, как Проносилось над головами, И парочка летучих мышей, Упавших за метро. Все указывало на другое, И тяготело к нему физически, Нагнетаясь на своем пределе. Так что кошки выползали Из дневных укрытий, Перекатываясь на бушами Туловища и безболенными лапами, И умирали двуступления ночи, Которой шли. А вода заливала в поселок, Слишком плотно, Чтобы впитаться в землю. И злаки не гнили, А стояли в оцепенении среды. Вытесненную рыбу Собирали с поверхности Глинными прорезинительными сачками, Не пропускающими Жизненное напряжение. Стену, у кого не осталось тела, Разводили огонь, Спали в одной палатке, Раскуливал дуточку, Из отверстий шел кисло-сладкий дым, Просили попробовать, Нет, отвечал, не дам, Дай хоть чуточку. Желто-зеленая пол дыни Ночного неба Нависали над лагерем. Меня-то убило, Говорил, И вскакивал с корточек, Клопая себя по бедрам. Нас убивало только это. За этим и были здесь. Каждый хотел казаться бодрым, Но в тайне хранил несколько фотокарточек. Март. Все были уверены. Март. Но это ничем не подтверждалось. Сношение с тем, у кого нет тела, Носит апофасический характер И меняет некоторые неосознанные убеждения. Колониальная весна. В центре неба поспели косточки И стали выпадать сухим дождем, Ударяясь из стенки палаток. Из поселений начали красть малолеток, Устав друг от друга. Только мы жили, как жили, Чтобы мы уже измены. Измены. Спасибо. Ирина Миронова. Возможность услышать цвет И увидит звук. Не моя партитура. Простите, мне очень жарко. Земля пьет воду Никем не замеченными глотками. Ее работники подписывают контракт Беззвучия. Вытирают пот С горячего лба Титана, Чтобы пропасть в котловине Имен, не названных. Не я придумал, Как оживить захлебнувшийся ритм, Восстановить фрагменты Утраченного орнамента. Не я рассказал, Как привыкнуть к тишине за шлагбаумом, Если подобный мешок для трупов Неизвестный вопль Легко застегивается на молнию. Не опознав своего голоса, Среди прочих окаменелостей Я взрываюсь. Эта музыка мне не принадлежит. Дети шагают в школу, Не касаясь ногами земли. Дети играют в бейсбол, В полутора метрах На спортплощадке. В школьной столовой Дети пробуют фрукты и овощи, Выращенные на достаточном расстоянии от земли. Возможно ли действенное сочувствие, Если соблюдены все требования безопасности. Попробуйте землю на вкус, И мы вам поверим. Мне амминия, А мне аммемония, Тонкие раковины цветов, Их костяные рты, Темные глотки, Белый амемон, Обращенные к неприсутствию солнца, Поют. Мы отдали еще слишком мало крови, Чтобы пришла весна. Незамеченный голод, Бескровные жадры, Займы, А не менее. Тогда вопрос пульсировал. Каков был иммунитет у лазеря? В центре вздоха Открылась пещера, Сквозной туннель Между пределами жажды. Круглый звук падает, Изгибая поверхность, Выбранную для удара. Гладкая кожа собеседника Обнимает контуры континента. Слышен удар, Это выбило стекла Взрывной волной. Слышен ожог, Эта карта темнеет с юга. Вогнута речь, И круги от нее Растут, расходясь к границам. Моя длиннозоркость Бинокль, Обращенный вспять. Два параллельных ряда Из круглых комнат. Круглая комната. Следом за ней другая. Спасибо. Клина Хостелева Будет продолжать Вести этот вечер. Мы разделяем Рассказать ответственность В том происходящее. Дальше. Кажется, достигли экватора. Следующим Будет читать Максим Мирожниченко. Я хотел бы прочитать текст, который... Текст, который возник в ходе курса по письму, который руководил Евгений Асуслов, использовался в перформансе, который назывался антитюринг. И это текст, который в определенном смысле дает артикуляцию голосовому интерфейсу некой воображаемой системой, которая называется системой хривого приручения холода. Последовательности неравновесных состояний. Их циклы запускают мою открытость. Раздвижение потоков холодных ионов. Протонно-лучевые сходящиеся обертоны низводят по направляющим по трубам. Трубы от венчины завлекают холод. Смотри, как вьюются молекулярные микроснежинки в разреженном воздухе. Есть лишь атомы и пустота. Во мне они смешаны в цепь импульсах макросистемы. Вихревое приручение холода. Функциональное состояние смесителей наращивают внутрихолодную прослойку опекающей тверди. Сумма внутренних съемных энергий моих запчастей кратаные модули расстоят из нежности щелей и уплотнителей. Обмен теплотой различают температуры. Аддитивная теплопередача окутывает вожделенные съестные макрообъекты. Передача энергии происходит при излучении ржавых пятен. Я задаю разъединение сырого и приготовленного. Гляди, как происходит рассоединение по бинарности. Единица и ноль. Удельно вложитесь в меня. Во мне хватит пустоты при заполнении пищеварительных инвестиций. Съестное было разложено по простым и неопределяемым элементам, роднящими вложенное с переврожденными. Элементарная стихийная падет в ваши рты и будет пропущена по стабилизированной пищеводу. Я буду входом подвозом. Апгрейд суверенности в зонах свежести. Никто не хочет быть голодным нулем. Пусть филогенетика пищи задается конвенциями термодинамических равновесий. Замена и смазка подвижных сердечных частей обусловлены гарантированные корреляции. Открытие и закладывание. Открытие и взятие. Перекладывание и опустошение. Незаметное обобществование метаболических отношений предопределено при рождении холодогентов. Боль атомов фтора, два атома водорода были совпорядочены двупорогом РС-тригером. Мое электрифицированное подсознание сифон рассвоено по сосудам компрессии. Локус для микропроцессов отнятия тепла в стенах испарителя. Температурная регенерация, бессмертная пища в потоке, охлаждающее рабочее тело устремляется в цикл карно. Обратно развернутые сперлифтные окружения испарения и конденсации. Трансляция теплообмена и мельчайших частиц древнейшей оцепеневшей первоматерии. Удаление излишков влаги из пробы. Радиатор способствует минимальным потерям водорастворимых соединений. Отнятая теплота потерпевает обмен в теплоток кипящей воды. Чувствуется замедление. Мое утро охлаждается безотрудностью. Повернутый вентиль повышение степени сжатия засасывает и разжижает. Выберевающая подрезка полезного действия для всечеловеческого признания молчаливо стоящей белой дверью. Капилляр не меняющий радиусы просечения вне переменных состава охлаждающей жидкости. Циркуляция в струнных насосах оформляет пищевые камеры. Рассеяние холода дополняется регламентом политического распределения коллективное невротическое пользование внутренне белым решетчатым пространством украдкой прикоснуться к ночному режиму вытащить вожделяем хранимый объект. Панигматическая грязна замыкается вам не темно кругом помагниченный символ вставки ушедших за положение. Спасибо. Танислава Могилева Зверь нанизан на снежные лёбра мораны на блестящие прутья безмерные ночи и мы видим его повсюду и не видим ничего кроме него и не чувствуем только его мы чувствуем как чувствует он мы он это начало Сага говорит Хенрику я поняла по твоей реакции что должна объясниться я не смогу быть с тобой если будет ребёнок я думала ты поймёшь перезабирая порядок удерживая забвение вглядываясь в аудиозапись женского смеха жуткого жидкого смеха волосы брови в основании мерцающего фантазма внутри слоящейся ромки всё что осталось от комнаты Сага говорит Хенрику когда человек влюблён в систему вознаграждения мозга выпускает нейромедиаторы серотонин дофамин также повышается уровень гормона окситоцина окситоцин ухудшает память серотонин дышает сна но главным образом они вызывают ощущение эйфории мерклая вербия склеенная земля распадающиеся былинки все ждут тебя собрались вовремя никто не опоздал никто не торопится побеги цепко скользящие по лицу кто тут главный кто главный Сага говорит Хенрику мне кажется я в тебя влюблена а мне так не кажется отвечает Хенрик поиски места на символической карте где мы в одно свитое тело обманку распознаны случайным невнимательным взглядом как дымок как химера как порождение памяти разделяющая образ края и край реконструкция несуществующей призрачной кэш-машины истинность воспоминаний о никогда не происходивших событиях мне так не кажется отвечает Хенрик ты не способна любить говорит Хенрик Хенрику очень больно Хенрик кричит Саге убирайся ты не способна любить ощущение эльфориды спасибо Анна Родиона но Патина ее возвращение было подточено резко исчезнает крустальная птица будто готовится выпасть безветрия будто безветрия весит пока тяжелеешь но только живешь на собственной оси как ветер ныгнется и множится значит еще перебьешься обратно замирая граница живучая панорама гранная половина ветрового пера птица ворованная сердцевина наосевшая значит проворачивал тоже песок как стекло пока остывал сломанная окклюзия хрупкий состав стертая в пыль трассировка ума поговорить и все завидится но не сказать ни слова и прислать остаток нетронная часть числа в таком же блоке рядом но кажется на конденсатор наслаивает дважды растут у других когда ошибка в который дом и проведенная в него из нас условия в ненаходимая от каждой вещи часть но даже пройдена случайно вправлена и постоянно иссякает нами но исключение стекается из нас и настиж в котором эхо вырвано наблюдая места что разобрано что равняется к тишине квантование опыта наизустной акустике выбрал множитель слуха в оглушенном пространстве флексия фасцер откровение копия облаченная дважды но бесшумно бессвязно расподавление сплетался провод вынудили длиться меняясь ко всему вот пач вот черное стекло замрет отсчитывая челюсть отскакивая врозь смещаясь белыми пружинами на вылет мешая белой компиляции вершин срывая белое с поверхности стекла мешая прорастать насквозь так здесь закончится как полигон свиваясь как прорывается вода как разворачивая свой резерв слетает сетки цвет ложится в радужку экрана кристалл над местностью усталость роняет знак ровняется отсюда и чтение дрожит и копия потери из чат птица собрана из уголок при смене масштаба слуков не хватает глядящая через простую линзу видит вонзенные листья земли вращением в запись о завершении перелета тень не стирается кэш не помнит несколько аналогий мертвый узел змея на фото напоминает след от пореза след от следа когда потеряешь карту сходя следует значит скрадывает часть сниженную к нулю за еще одним уравнением где ее изобрет к тому как теряться и забытая линию перепрошьешь к новым картам и последствия в изголовье отравлено спасибо я прочту три коротких фрагмента из книги упадка если книга упадка снова открылась то каким будет касание тяжелая вода и тяжелый свет тяжелая кожа по влажной дороге катимся на черном материке ее тело земля ее тело лепили двое корявыми руками изымали препараты специального бокса внутри живота ночь держалась мы были не мыслящие не говорящие когда открылась в комнатах воображения лежали вскрикивая ночь держалась лепили ее двое с дикими дырками зрачков с дырами в черепах уводя состояние табора в беззначные поля гробы на отравленной воде стук станков языка держится ночь мы держим не все между телами земля она лжет все прилегает друг к другу используя книгу упадка открылась и бьют страницы касаясь пьем пьем слепо тяжелый напиток глухой препарат чтобы не чувствовать каким образом думает ночь эти двое без знака здесь разбухают ткани рассыхаются двери фрагменты прибывших и книга упадка зарыта в них потому мы так коротко длились любая связь неясна и тянут укрытие караваны серых жуков прямые тела из траншей второе прибытие фрагментов лишенных накануне сон во сне принес теплый лозунг значение не вспомнить оно было потом потоки медведок в горячей земле другие тела стали горячими от бездействия в другой стороне в прозрачном боксе несу на прием сон пусть пусть посмотрят что не так что стало эти животные с красными глазами преображенные лекарственным ветром сопротивлением именно эти что одним мутным взглядом поднимают танкеры над водой а ту черную жидкость заставляют обратно втекать внутрь земли они лечат знают гею как ты как в том сне где хотим когда она коротким дном лезвием провела по твоей голове и все свернулось в отснятое мы держим лежим изменяясь ночь обнимая к нему упадка только мы и позже пробираясь сквозь заросли техники старого образца ты держишь замышления это удар я включил восстановения стали красными как следы от ударов самышленник свернуто ждет огонь от огня отделен как красный купол над незащищенным утро без самышленника которым сообщением видишь встречу а тело держится книга упадка в огне до красной субботы мимо общего мира альбом 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 по правилу Янас Синайко еще раз позволью Янас Синайко губы гигантов у песка отнимают тяжелую кровь под языками семьи их слов становятся гладки как маленький камень как первобытное чувство брошенное неглядя под ноги любимого распятие шорох и вес у подножья обернутый сердцем священный скот сжимает в зубах генеалоги высохший возраст зеленый ведь никто не сказал что выпрыгнет музыка это в тебя никто вообще ничего не сказал официально 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 скидан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иван Соколов Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok В памяти, наконец-то дорвавшегося до целулоидной пищи, мы раздыхаемся, мы, а в твоих зрачках шире трезервуары поэтика настоящего времени, там, где охота схватила себя. Подавили прерывистому автоблокну в ножах и играх, лавируя между вечными полустрижами и полуаскоридами в хаоса мерных руках, мы задыхаемся, мы раздыхаемся, мы заходимся, мы задыхаемся и расходимся, мы задыхаемся и задыхаемся, задыхаемся, мы занимаемся. Плывут первые корабли информации. След ли мысливца письма? Или к новостной присосавшейся ленте кровопийцы-поэты? Или те дети-стрельцы до последней обоюдной пули? В пучки кельтской лодки любви выходят райские звери, маленький исчезающий еж, свившиеся слизняки, лисье чучело и кабан чутьем в ось нашего сносимой шага. И из груди с каждым вздохом светляков парящие зеленые гильзы. Или о чем-то кромко выводит рожок. Я буду читать тебе стихи, пока не упадет последняя звезда. В спугнутых формах взаимности мы разнимаемся и задыхаемся. Твой осторожнейший дар в междуречье желания. Я почитаю все небольшие короткие стихотворения из такой серии стихотворений. Находящихся в диалоге с одной из линий намеченных как один-то мощных, которые, мне кажется, ускальзывают. В классической драматургии больше нет никакой необходимости. Аксиоматика не сама очевидность, а скорее интерфейс. Видишь, какой беспорядок на съемке в квартире, а ты чайка, трепли, знаки разбросаны. Если и правда ты видишь порядок в квартире, то разве что дым, новогодняя елка, лохотрон в социальных сетях. Мы встретились на инерсивном спектакле, и выбрала мой персонаж. Как странно, что мы с тобой встретились на инерсивном спектакле. Плохую погоду. Погода все хуже и хуже. Спектакли все инерсивнее, и инерсивнее. Кинематограф интересует наш сприж с точки зрения когнитивных наук. Самолет ИВ Сталин приземлился в успешном метеле, занесшей всю нашу планету, хоть так не бывает. Сегодня кино в 18.00 надень лучшее платье из всех, что бывает. Мы будем идти по дороге, на паре в сугробах, болтать о друзьях, убивших твою подругу. Мы пиво возьмем в магазине, мы будем плеваться друг другу в лицо и смеяться. Мы музыку включим на твоем телефоне, под снегом вальсировать будем. Мы будем смотреть друг другу в глаза, так бывает. Мы будем идти, обниматься и снова идти в кино смотреть. Будем на экране большом, взявшись за руки. Что там сегодня идет. Мне это не важно. Я не понимаю в сюжетах. Я не читаю романы. Я знаю, ты любишь меня. Я знаю, ты любишь. Я знаю, что завтра меня ты покинешь. Я знаю, что после вернешься случайно рассвета, освещающего мне френд-зону. Когда я наплюсь или позже. Когда я возьму себя в руки и стану хорошим мужичинки. Для тебя, для одних. Как спят по ночам эти дети, кто состоял в движении наших. У меня не были. Я знаю, что крепко. Я знаю, как снятся волшебные сни, их весенние ливни. Они не хотят просыпаться, ведь тут зима, какая-то херь. Не дает заниматься телом. Грудин идет по совхозу, на нем звездный плащ. Он делает легче, чем народ. Собчак открывает глаза уставшим солдатам. Все едут домой смотреть кинофильмы, песни слушать. Пусть снится тебе теплый дом. Или северный полюс. Или собака, возможно, приснится. Автобус и космос. Но маленький глобус. Как спят либералы? Спросили эти дети. Подрослевшие, но состоявшие прежде в каком-то движении. Наши? Не важно. Не так уж и важно. И детство прошло. Сколько денег получишь за этот вопрос? Либеральный агент. И кого его накормишь? Не смейся. Поплачь. Стань легче. Они спят, как младенцы. Младенцы летящего мира. Секунда, и он упадет. Но всегда только через секунду. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вытащите. Да, я буду. Здесь все знакомо. Не чувствую, как пахнет время. Вали по листу в пусках. Муравьи на объектах. Только столовой не видно, где. Я благодарила со всеми. Поворилась в последний обед. Все повторяется в точности. Завтра кто-то из нас отобьет. Брошенный кем-то из пляжников мяч. Кто-то скажет. Мне душно. Из моря выйдут женщины с книгами на головах. И мы напишем свои имена. Ты знала, что лет подавец из корсара. Довец. Он и сам не заметил, как что-то подвинуло, пуская пакет молока. Но на долю секунды я ее увидела. Он двинулся к ротам. И застыла, не зная, к чему относиться, как к факту. К тени его зоны или только к тому, что он дернулся, прежде чем вытереть руки о факте. Все становятся раками на расстоянии памяти. Я помню тебя лучше, чем продавца. Но хуже, чем его жены. Ты живешь на большом корабле. Ты идешь в пустыне. С каждым шагом, с каждым шагом, как снизится, ты прижимаешь, хладьминия землю. Брат говорит в конце осени по всей России. На кристаллах земли поступают портреты крестьян. Можно на брат на столе от ощутить, как сливаются в хор голоса. Более-неболее сам подпоешь, как подкурошенные тенят, провалившись. Мы были больше вас. Память о нас сделала руку в старейной игре. Брат говорит, надо тоже подаем память свою запечатать, сфотографировать лица друг друга на пленку весеннего льда. Мы двигатели зимы. Наши прятки простые, кристаллы. Никто не ушел. Все семьей мы катались, в кораблях сахарницах, и смеялись. Видели волка у глазок, как неловко он переминается, слабо на лапу, и взял, когда перед детством и репетировали взрослые оскал. Раздели несколько, пока до нее не раздели. Здесь каждый желает значить. Значение – сила. Силу есть, слов не надо. Не надо слов ни в коем случае. Без прецедентный случай проверить. Так вот, добавить язык. Спасибо. Андрей Чиркасов. Не по принципу, который называется «Оформление фактов осенней жизни». Поворот вторника. Градус среды. Температура падает. Ожидается снег с дождем. Усиление ветра по всем направлениям. Пересборка событий рабочего дня. Углубленное изучение отдельных предметов. Потеря времени. В октябре. В ноябре. Ничего не случилось. Но день равномерно отторгнул. Время движется медленно. Стекло покрывается льдом. Свет заполняет суды, музеи, торговые центры. Пассажиры позируют на поле воздушных шаров. Деревья сменяют деревьев. Безымянный троллейбус следует в парк. Поздний рассвет. На улице единицы. В тени деревьев и шарких конструкций. На всех остановках вторичный щебет, афиш. Пластмассовые семинары, что из них вырастает. Время оставлено среди отопительного сезона. Белая техника бездействует на остывшей воде. Опыт пересчета секунд под сухим снегом. Маршрут затрудненной речи в обход темноты. Но как перейти это поле для поиска, не провалившись в сон? Где искать укрывной материал? Если каждый отрезок времени здесь, безотчетный период, лишенный признаков и событий. С понедельника по воскресенье сквозной проход запрещен. Двор закрыт. Но мы и так собирались остановиться, чтобы никуда не идти. Никуда не идти далеко. Сейчас у нас будет еще всего трое выступающих. Завершает он алфавит. А здесь, по счастью, я его люблю. А вот к нам вернулись буквы «Д» и «Б». И поэтому выступающих будет три. Вот скажем, первый Фридрик Чернышев. «Д» и «Б». Я представляю, что я... У него дежа 31-го. Ты как, говори? Ты как? Тебе плохо, что ли? Черт его знает, что отвечать. Как вообще к тебе обратиться кто-то из моей жизни, из моей линии? Кто-то, впервые вспомнившее мое старое имя и другие Донецкие улицы. Кто-то, показавший мне закат, пыльный сервис с высоты общего балкона, как в моем доме по 1.40 на 8-м этаже. Кто-то, кто будет ходить, переставлять вещи в моей квартире во время отсутствия, может выпить брошенные лекарства, помастурбировать на свежевыстерном белье из секонда, нальет слишком много средств для стирки, не в то отделение, разобьет чашку. Подай на это бое растение, кажется, уже невозможно вернуть ни к жизни, ни в магазин. Патология за каждым окном. А вот она, собственная комнатная смерть, наблюдай, блядь и радуйся. Ты как, говори? Ты как? Я вот муж завела, он недорого и долго хранится. Полгода луковыявала его из этих ужасных брюк. А ты как вообще? Ты как? Ты как, говори? Ты как? Чем на жизнь зарабатываешь? Профилактика ВИЧ-инфекции, говорит. Вот сегодня одна заявила, не надо мне ВИЧ-некогда, я батарею, сейчас меня ремонт. Но все чаще не отвечаю на такие вопросы. Любимый черновачай, теперь неебическая сила и сжога. Наверное, необходимо переходить на что-то совсем нелегальное. Поставить фильтры и черные списки на фразу «ты как?». Так что без каждой трубки, таким металлическим голосом, с полусекундным ожиданием и характерным щелчком, никуда не звоните, ничего не изменится. Хочу пропустить два дня, не ходить в жизнь, не приходить в себя. Мама, вылезь все, что стоит на столе, позвони друзьям, напиши объяснительную. Я не приду, заводишь, что мне к доктору. Или вот это за семейными обставами, for family reasons. Так, чтобы не поебались. От меня даже психиатры отказываются. Отказы от запятых вылечить невозможно. Да и что я скажу, с чего началось-то, помните, я вчера спас растение, назвал его Олег, Олег жил бездомным среди мусорных. Баков Олег скоро сдохнет, наверное, я тоже, потом, может быть, не знаю, не хочу, любучее утро, не хочу, как шатает, а господи, не могу ставить запятые, зачем, только если автозамена. Не переживайте, говорит, не переживу. Вчера подрал пол стены, освобождая бетон. Огромный конслайдер и маленьких кузырьков, небрежно прикрытых бумагой. Захватывает от сильных эмоций, шатает на качелях дыхания. На других стенах нашел цивилизации тех, чья личность сильнее моей. Олег спросил помиловать их до субботы. Мы же не можем не фоткать плесень, черную плесень. Мы же не можем не фоткать. На раскладушке не чувствуешь голода. У меня расстроены клавиши. Пальцы отвыкли. Мне нужно два выходных от себя. Хотя, если правда, неделю. И потом еще освобождение от физкультуры. Ну и немножко квера напоследок. Я знаю, мне не выездили грудь. На самом деле мне вставили око. Печатное для женщин, подает для мужчин. Я сам для себя помогу поделиться. Переплетающиеся растения в моей постели. Голую под простыней. На простых оргазмах. Я хочу, чтобы поэзия комплировалась в порнографии. Зеленые пятна от моих берет с каплями твоей спермы. После того, как рассмотришь меня, нарисуй мое тело циклентом. С некоторым возданием. Можно? Это нужно держать. Нормально? Ну да. Там, два. Окей. Он развалится, я не буду видеть? Нет, он не развалится. Он видит, как будто он развалится сейчас. Хорошо. Значит, я тебе прочитаю отдельный стишок второй половины 2018 года с довольно большого-большого-большого-большого мета-циклом, или мега-циклом, который называется довольно каламбурно, кругом невозможно, 3D. Значит, параллельное название, ну, так сказать, запасной вариант названия. Это «Трина на 120 дней». Но дальше, как вы понимаете, там следуют другие персонажи, нежели чем у моего блестящего предшественника. И в этом тексте действуют, ну, такие, может быть, самые статусные, харизматичные культурные герои современности. Это депрессия, о которой я сегодня уже делаю доклад. Да, то есть, голос приостарается депрессией, потом дипсомания, ну, вы можете это слово в своей слове, если вы не знаете, рехаб, докса, витокс, ну и так далее. И сейчас я прочитаю текст, который можно характеризовать как псалом. То есть, я давно хотел написать псалом. Собственно говоря, вот я находил уже два года, потому что мы как-то с Гаррием путешествовали в Берлин. В 15 лет уже, точно. Да. 15 лет назад я писал, но они были другие, да. Вот. И мы путешествовали в Берлин и были на вечере такого вот берлинского, бразильского поэта, Кавда Доминика, который читал псалмы, да. Но псалмы как-то современные. Потому что современный псалм, это не религиозный псалм, а псалм, потом забывающий, что он написан после того, как все цикулярное уже абсолютно невозможно. То есть, сегодня, поэтическое высказание, возможно только в статусе неосакрального, который не имеет ничего общего, вообще, как бы, ничего близкого с акраином вообще. Вот. И сейчас я прочитаю текст, вот этот, пока написано три части цикла, значит, одна часть называется «Детство не в любом», вторая часть называется «Андроидный Уперн», третья – «Солярная непруха». Ну, это на самом деле очень трагичный цикл. И сейчас я прочитаю волос, ну, пока он написан «Доксин», называется «Солярин номерной». Весь он построен на увещевании, на путьствовании, так, возлюбви, да? То есть, вот как бы, ну, понятно, что это на путьствование, которое один, скажем так, постгуманистический нечеловеческий актор на путьствует другого. Параллельно название вот стихотворение «Солярин ноль-ноль-ноль». Ну, потому что непруха солярная. Не возжелай, а возлюби и возми за правилом жесткий императив возлюби не возыметь имха непруху солярную возлюби по самое немаду, а не то. Не просирая, возлюби, достигнутая спазмом. Возлюби, возлюби, тебя тут не стояло и, кстати, не заряжалось. Возлюби себя, насекомая, три ноль, свои наружные фитины, себя возлюби за усерец, три ноль, свои убористые заслонки. Возлюби, блядь, колонии исправительной три ноль, пикнуть в обезьяннике, блядь, возлюби ласточкой три ноль, пытки, возлюби свою пятку три ноль, ее натоптышей микротравмы. Возлюби слезевика растяжку состоянии доядерным, возлюби планерки плавания в тайм-менеджменте, деление клетки неполноценной, возлюби в разрезе, возлюби надругайся над генетическим материалом, возлюби подсчитай навар выручку в криптовалюте, першение в горле два ноль, возлюби после команды, возлюби ячейки прорыв два ноль, в нейросети убитой, возлюби температуры скачок два ноль, при гриппозном пакет обновлений два ноль, возлюби при перестановке, возлюби помутнение сознания два ноль, возле и сголовки, заваленный горизонт, возлюби после выхода из транса, возлюби поломку при расстройстве диссоциативном, возлюби ритмические удары при снижении кровотока, где не попадя возлюби употребления ана-калуфа, возлюби татуировку в зоне пекине, где там наколка, устрани постоянного партнера один ноль, возлюби секс-ботом, устаканенное отношение один ноль, возлюби запоздало, возлюби затянутая на талии один ноль, электродов мурчанием, после прерванного каитуса один ноль, возлюби не в обиду, возлюби невъебенные обнимашки один ноль, на пропалую, возлюби цифровой отпечаток оставленный не там, где, дивергенцию длительного нигде, возлюби привратно, возлюби ревербатор, где-то работающий в холостую, пароксизм и сомнения, возлюби опорожница где-то, куда кондуит подевали, возлюби где тут матрику, возлюби агентурную сцепку ноль, ноль за отчисления, агентство непосланного ноль-ноль возлюби беспричинно агентурно следствие ноль-ноль возлюби по наклонной возлюби обездвиженного агента ноль-ноль на грани засыпа посправды агентное состояние ноль-ноль возлюби забойно возлюби направление мысли неотличимой от изотопа мыслительную процедуру возлюби никуда ниоткуда Возлюби замыслить, кого отжарить Замесить вечерину, домыслы о невозвратном Возлюби наклонять немыслимые домогательством Возлюби помаленьку Лавровый лист, ноль-ноль-ноль Возлюби в тарелке рыбного супа Возлюби ременевый компот, ноль-ноль-ноль Родом и с детством Через мясорубку пропущенная, ноль-ноль Возлюби сытно Возлюби ассорти, ноль-ноль-ноль Нашелькованная на терке Возлюби кухонный комбайн, ноль-ноль-ноль Стоящий без дела Своё недомашнее Возлюби, страх, ужас и странность Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Открыть дверь услышала Шепот молчи-молчи Из глубины двора Смотрелась, осмелившись, шагнуть наружу Молодая женщина на корточках С черной собакой между ног Повторяю, глядя ей в глаза Молчи, молчи Успокойся, успокойся Мария на терапии Говорит о Марии Вопль Марии Трава и лёгки Не снимают боль Марии Обезболивающее, признанное Обезболивание Марии Само по себе Страна Марии Любое названное Забытое слово Потерянное свободное время Марии После всего, что произошло За всё это время Без всякой мысли соприкоснуться Сказать другое Это не значит то Мария выговаривает Мария Спасибо И, ребята, очень просто и спасибо Всем, кто сегодня сюда пришёл Всем, кто пришёл сюда вчера Значит, Станиславе Макилёвой Которая всё это организовывала Герои Косте Шабровскому И Александре Ахматовичной Которые тоже всё это организовывали Даже чуть больше, чем нет Герои В общем, фестиваль Ревизия, который не закончился Продолжается ещё два дня Завтра и послезавтра Порядку слов Вы их снова дали Спасибо 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 Спасибо